Субтитры делал DimaTorzok Ну да Русто где? На тренировке А что в квартире делают как бы принадлежности для собак? Да ладно, ладно, ты уже спалила Я езжу за дверь собакой Ты едешь за собакой? Еди за собакой А-а-а! Русто! А ты скоро будешь? Не скажу тебе, это сюрприз Всё хорошо, ладно, давай Давай Рустам едет за собакой Всем большой привет, ребята Меня зовут Карина Аракелян И я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале Это первое видео, которое я снимаю в квартире В которой на данный момент проживаю Да, я переехала И мы съехали с Русом Теперь мы живём вместе Я вам рассказывала об этом в своих социальных сетях Но ещё об этом ролика на моём канале не было Ну и сегодня я решила совместить, так сказать, приятную новость с полезной Ну или это будут как бы две приятные новости вообще То, что я вам покажу, где я на данный момент обитаю Даже в Инстаграме ещё не показывала квартиру Впрочем-то, видео будет даже не на эту тематику Как вы поняли по названию, как вы поняли по началу этого видео Сегодня утром я проснулась и увидела огромное количество принадлежностей для собак Как бы я давным-давно уговариваю Руса и говорила ему, что я как бы хочу завести собачку Но для него было небольшой преградой Как бы то, что мы будем куда-то ездить, будут какие-то съёмки Собачку нужно будет куда-то девать, да Ну как бы я уже эти все проблемы решила У меня есть семья прекрасная, которая очень любит собачек Также у меня дома живёт собачка Мила, вы её и так все прекрасно знаете Как бы моя семья не смогла её просто так отпустить Да и к тому же, из-за того, что я постоянно в каких-то съёмках Мила больше привыкшая к маме Да и я подумала, почему бы не завести свою маленькую собачку А именно Чихуахуа Я очень надеюсь, что Рус поехал именно за этой породой Хотя, в принципе, я ко всем собакам отношусь просто потрясающе Но говорила я ему только о Чихуахуа Я проснулась, увидела это всё И как бы вообще не планировала снимать видео Но подумала, что будет как бы неплохо, да Показать вам вообще что, как, чему И идея снять влог мне пришла чуть-чуть попозже Так бы я вам показала уже все товары, которые купил Рус Но большинство из них я уже распаковала и разложила Поэтому я желаю вам приятного просмотра В принципе, я позвонила Русу И он сказал, что поехал за собачкой Я не знаю, когда он будет Отвлекать как-то его Звонить, писать я не буду Просто буду сидеть, молчать, ждать Потому что я боюсь Если честно, я немного переживаю Короче, я надеюсь, что вам понравится это видео Не забывайте поддерживать меня лайками Подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали Потому что не подписавшись Вы пропустите очень много всего интересного И будете натыкаться на мои видео еще не один раз Я, если честно, до сих пор не верю, что у меня сегодня появится собачка Это наш новый член семьи Вот, я уже придумала имя Точнее, в голове у меня крутятся два имени Не знаю, какую собачку мальчика, девочку Мне возьмет Рус Что-то мне подсказывает, что это будет мальчик Хотя я больше хочу девочку Короче, посмотрим Но у меня в голове крутятся два имени Об этом мы с вами поговорим чуть попозже Уже когда по факту я придумаю имя для своей собачки Короче, я не верю Не буду долго балаболить Покажу вам обстановку, которая сейчас в квартире Мы можем начинать Поехали Короче говоря, дорогие мои Свой влог я начинаю с того, что стою как бы в своей квартире Я об этом вам уже сказала в приветствии Я сейчас в своих спортивках Которые были куплены на 87 размеров больше Ну это просто так Для поднятия настроения вам информация Ну или я себе настроение подняла, это информация Ну короче, какую-то херню несу, как обычно Потому что у меня хорошее настроение Просто замечательное Я уже все эти предметы для собачки разложила И сейчас я вам покажу Но перед этим краткий экскурс по квартире В которой я сейчас живу с русом Внимание, вот это прихожая Зову, зову, зову Я позвала свою помощницу Сашу Свою подружку Короче говоря, прихожая Слева гардероб, в котором беспорядок Вот тут вот туалет Я наклеила наклейки Как бы коврик Который после того, как меня окрасили В Гринча Вместе с одеждой я закинула белоснежный коврик В стирку И он превратился в зеленый Я подумала, почему бы не оставить его Как бы вот тут вот у двери Зеленого цвета напоминает мне Об этой прекрасной съемочке Фотку вы уже видите Меня реально красили аквагримом Полностью в зеленый цвет Идем, 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 идем Идем, идем, идем Это кухня Там наши с русом спальня Там шкаф, балкон Также Тоска Куда мы записываем наши траты Ну и, соответственно, хочу обратить внимание Вот на эту сторону доски Как бы тут у меня был отчет Сколько же осталось до покупки собаки Вообще, Рус мне говорил, что Скорее всего, но это не факт Вообще не факт Он купит мне собаку на Новый год В итоге на Новый год я собаку не получила Вот, я получила совершенно другой подарок Вот, но, как бы, на доске-то небольшая подсказочка осталась И я подумала, что, ну, ладно В следующий раз, когда-нибудь там у меня будет собака Короче, ладно Просыпаюсь, значит, да И вижу все эти принадлежности Которые сейчас находятся вот тут вот в уголке Внимание Рус купил вот такой вот домик Какую-то игрушечку Которая вообще, по-моему, для кошек Для собачек вот эти вот две мисточки Какие-то игрушки Явно не для маленькой собаки Ну, да ладно Упустим этот момент Какой-то шарик неоново-зеленый Пеленочки всякие были Я уже все разложила по своим местам Но в ТикТоке вы уже видели, я думаю Короче, я все подготовила И звонила Русу Как вы видите Который сказал, что приехал за собакой Я не знаю, когда он придет Если честно, я немного переживаю Как бы осталось немножечко подождать Ну, а пока я переживаю Мне же охота с кем-то поговорить Саше я уже всю свою душу излила Которая меня сейчас снимает Решила просто вам показать Как бы, да Уголочек, где скоро будет моя собачка Надеюсь, что это будет Чихуахуа Даже если не Чихуахуа Я все равно собак обожаю Всех обожаю И, возможно, кстати Было бы неплохо, если бы был Йокширский терьер, например Как у меня Милка Короче, диван Вот такой вот прекрасный диван Который раскладывается Это я купила себе Небольшой туалетный столик Куда положила всякие духи Огромное количество моих любимых мужских дезодорантов Сухой шампунь Тут, кстати, это дело все тоже открывается Но там ничего не лежит Там как бы пусто Ну и тут моя косметика лежит А также имеется вот такой вот телевизор Где находятся духи, свечки Космос для квартиры, от которого я потеряла пультик Это как проектор небольшой Ну и мой любимый холодильник для косметики Где находится девчачий рай Тут всякие мои крема Алоэ Масочки Крем, который я купила Русу Он мужской, тоже для лица Всякие сыворотки Патчи для глаз Короче, очень много всяких вот таких вот штучек-дрючек Но, если честно, хочу вам сказать Что места хотелось бы побольше Как бы мы думали, что нам для двоих Это вообще будет в самый раз Но, как оказалось, у нас с Русом вещей Больше, чем вообще, в принципе, вместимость в этой квартире Поэтому, как бы, большинство вещей Рус так и не забрал Из всяких мест, где он раньше находился Или из места, где в основном лежат его вещи Или из квартиры в Калининграде А я оставила половину своих вещей В квартире, собственно говоря Где моя комната И куда я приезжаю к своей семье Родители, если честно, немножечко были в шоке От того, что, как бы, я вот так вот быстро переехала Начался взрослый период Но об этом мы поговорим с вами в отдельном видео Где я буду отвечать на ваши вопросы Сейчас мы немножечко поболтаем с Сашей Ну и, в принципе, будем ждать собачку Ребята, я не успела вообще даже слово сказать Рус пришел буквально через полчаса Да-да Раз, посмотрите Рус младший Рус младший Это что такое? Подожди, это же девочка Какой Рус получается? Карина младшая? Это девочка Назову ее Моника Моня Вот она сладенькая У которой стресс девочка Малышка сладенькая Ребят, я не знаю Вот сейчас, кстати, не знаю У кого больше стресса У собаки или у меня Потому что я, на самом деле Вообще не люблю животных Абсолютно вот Но Малыш, спасибо большое А можно мне такой же домик? Я хочу так же зажаться У меня стресс Подожди Вот она сладенькая Ребят, я просто в шоке, если честно Карин, а немного ли пространства Нормально Короче, ребят Прошло немного времени Малышка уже хотя бы голову немного поднимает Я ей положила еду Твой вот корм Водичку К воде она еще не подходила Я ее кормлю пока с руки Чтобы она немножечко ко мне привыкала Она не жует даже Она глотает просто Эй Какое солнышко Мне уже не терпится Когда она выйдет из своей норки Потому что когда, кстати Я помню, мне купили собаку Я еще жила, естественно, с семьей Мне было где-то лет 7 Я еще была прям малышка-малышка Это было где-то на 8 марта То есть у меня еще 14 марта день рождения Мне заранее подарили и на 8 марта И на 14 марта собачку Она была прям вот такая вот Милипендрическая Щеночек-щеночек Она сразу же залезла в домик И где-то двое суток где-то не выходила Ну то есть там могла выйти Что-то понюхать-понюхать И зашла обратно И прям в домик в туалет ходила Потому что щеночек был Вот такой вот прям милипендрический А тут собачке почти полгодика И она боится еще Ей нужно, кстати говоря, ставить прививки Как мне Рус сказал Как доложила ему хозяйка Порода чихуахуа Больше не знаю нихуа Короче, собаке надо делать прививки Она маленькая Переводя на человеческий возраст Ей два с половиной годика Прикиньте Ну а по собачьему ей полгода Надо делать прививки Это единственное, что я запомнил на самом деле Мы с ней пока что боимся друг друга Но я думаю, мы не выглянем Как вы доехали такой собачкой? Как вы доехали? Доехали мы замечательно Я держал ее у себя вот так вот в куточке Вот просто вот так вот прижал, как маленького ребеночка Вот, она всего боится Да Она всех боится Меня не боится Карина боится Я не боится Ой, ну тоже меня скоро не будет бояться Конечно Вот, на самом деле Ну, у меня тоже стресс реальный Реальный, очень большой стресс Потому что я с детства не очень люблю собак У меня с ними связаны очень плохие истории Однажды они меня... Ну, я шел домой со школы Я рассказывал вам это, кстати? Нет Я шел домой со школы в первом классе Я был маленький, вот такой У меня был очень тяжелый портфель И была зима, и мне сугробы Но так как я маленький, были по колено И я шел в дутых штанах Просто пробирался через терни до дома И в какой-то момент я устал, короче И упал просто в снег И лежал вот так на спине Держал портфель, смотрел в небо Потому что я устал, ну просто устал идти пешком И в какой-то момент на меня налетели 5 собак здоровых Схватили за ногу И просто потащили А я просто вижу небо И все, я больше ничего не вижу Меня просто реально тащат собаки Я ору, помогите, спасите, короче А там военная часть была И там вообще никого не... Ну, а там еще... А подняться? Показать, что жив? Нет, они здоровые Они, ну я же маленький Я сам вот такой И там собаки вот такие Типа их 5 штук И они меня просто схватили Реально в пятером за ноги И утащили И меня протащили метров 50 И в какой-то момент, короче У меня был телефон маленький Соня Эриксон такой И, короче, у меня был гудок пищащий какой-то И мне звонит мама Потому что я что-то вовремя домой не пришел Потому что я лежал в снегу И она почувствовала что-то И мне позвонила Собаки этот звук испугались И убежали И я просто с этим звуком С гудком маме не отвечал Просто шел Собаки шли от меня в метрах в пяти И я тогда дома дошел и рыдал Вот После этого я реально боюсь собак Вешеные собачки Тем более, если они привыкают к хозяину Они могут разрывать пеленки Там, я не знаю, носиться по квартире Нужно очень хорошо и наблюдательно относиться к порядку В, собственно говоря, хате своей Потому что все, что на полу Все, что в доступности Собака может с легкостью съесть Разгрызть, поломать У моей подружки тоже собачка гиперактивная Но там порода побольше Они постоянно что-то едят Какие-то, знаете, вот, например Не первый случай я видела и в интернете И личная ситуация вот у моей подруги произошла При мне, как собака просто съела айрподсы Ну, разжевала их, выплюнула Короче, просто все едят У меня милка Вот лично моя собака, которая дома Я в шерский триер Она такая достаточно спокойная собачка Миленькая, воспитанная Но она никогда, никогда Прям вообще ни разу ничего ни у кого не крала Не ела, не жевала Максимум вот носки Раньше, когда она была прям маленькая-маленькая Она постоянно у всех стягивала носки с ног И убегала просто и в зубах их держала А вот тут, я не знаю, еще характер вот этой персоны, конечно Потому что у каждой собачки есть особый свой характер И он раскрывается уже чуть-чуть попозже С учетом того, что как бы обстановка поменялась Как бы хозяин поменялся Тут нужно будет ее прям воспитывать Вот, поэтому в ближайший месяц я буду этим заниматься И прививки нужно сделать, как мне сказали Ребятки, снимаю издалека Малышка, смотрите, там уже голову свою высунула К миске тянется Вот мой малыш сидит, уже тоже в себя пришел К миске тянется Вон она, боится немножечко, но я думаю, что уже под вечер Я подсниму, может быть она выйдет все-таки Я ей налила водички, корм, все у нее есть Пока я подписчикам своим в инстаграме не рассказываю Точнее не показываю собачку, покажу чуть попозже Ну вот она Вон она, ребятки, выходит Выходит из домика, кушает Водичку-то попьет Интересно Стоило мне только отойти Все, малышка вышла Вышла кушать Все, Моня начинает приходить в себя И все, решила перевернуть домик Закопала себя под дно, чтобы я ее не видела Все, где Моня? Вот она, вот она Первые шаги по новой местности Ну она выйдет хоть задними ножками-то из домика когда-нибудь, нет? Моня, выходи Выходи Да-да-да-да-да Да-а-а Я запечатлила этот момент, ребята Ну все, ребята Можно сказать, собака официально привыкла Почти Уже спокойно вышла подальше от домика Изучает местность Видите, рядом я справа от нее корм положила Его нужно будет убрать И все, что на доступности этой собаки Точнее в доступности собаки я тоже уберу Это, кстати, поилочка автоматическая Туда скоро я налью водички Завтра, когда поеду по делам Ну и в принципе вот, пошла дальше, пошла, пошла, изучает потихонечку, как бы чтобы вы понимали, ребята, мне кажется, что вот эти вот ящики, которые первые, блядь, внизу, там будет лежать моя собака, от нихер делайте, оттуда нужно все убирать, потому что походу ей нравится эта местность. Ребят, вот эта принцесса только что забралась на второй ящик и боится оттуда спрыгнуть, оп, спрыгнула, умничка, что вообще начало происходить здесь, объясните мне. Дорогие мои, всем привет, это уже следующий день, покажу вам, как обстоят дела с Моникой, Моника валяется, боится меня до сих пор, думает, я ее сейчас украду, куда-нибудь заберу, но вы не представляете, какая она активная была сегодня утром, я обязательно подсниму вам ее, когда она выйдет из домика, перестанет быть сонной и уже более-менее придет в себя, а так она немножечко боится, пока сидит, но я продолжаю заказывать всякие штучки-дрючки для собаки, и это будет мини-распаковка. У меня, короче, имеется ящик, я приглашу оператора вот сюда и покажу вам, есть вот такая вот тумбочка ящичек, где сейчас лежит все для моей собачки, корм, который дали Русу, ну точнее мне уже на первое время, всякие лакомства, витаминки, баштеты, все для собачки я буду класть сюда. Также мне пришли всякие посылочки и совсем скоро должны прислать вольер специальный за год для собак, потому что Моника все жрет. Вот вам вот такой вот пример, да, допустим, она дотянулась вот до сюда, каким-то образом, видимо, ночью, и сожрала полгубки. Это очень опасно для собак, поэтому я уже жду, когда мне поскорее доставят вольер, доставка немножечко задерживается, но я надеюсь, что все-таки это будет сегодня, написано либо сегодня, либо завтра. Все шампуни, естественно, у нас протекли, что очень сильно меня раздражает. Я протираю уже второй, я купила эко-мыло для собаки, купила эко-мыло для собаки. Короче, вот такое вот для собак. Шампунь с кондиционером сразу же, но пока мыть собаку я боюсь. Короче, какая-то очередная бесполезная херня, которая не пригодится в ближайшее время, но я просто, как обычно, хотела потратить бабки. Ну и вот этот вот херь, который, естественно, я тоже использовать не буду, но просто взяла, чтобы было, как говорится. Это у нас вонючее какое-то говно, введенол для лап, зоологическое защитное средство с маслом сосны. Вот такая вот херня. И еще у нас сзади огромная посылка. Вот тут я уже, кстати говоря, не знаю, что внутри, но точно не загон, потому что он тяжелее. В посылке лежит еще несколько посылок. Нет, тут не несколько посылок, просто цвет одинаковый. Еще пеленки, подстилки вот такие. И еще есть вот такие. А теперь, внимание, моя гардеробная. В гардеробной лежат еще вот такие вот подстилки. Мне кажется, меня Рус сегодня просто убьет. Вот еще подстилки для собаки, которых дохера, мне кажется, ей хватит просто на всю жизнь. Я не знаю, куда мне сейчас это все девать, но я такой человек, который сразу заказывает много. И меня это дико раздражает. Короче, мне должны были вот только сегодня доставить подстилки, куда собачка должна ходить в туалет. Собственно, она так и не воспользовалась туалетом, но мне приспичило заказать заранее. Еще вчера две пачки подстилок, теперь у меня их четыре. Классно! А сейчас, чем же я буду заниматься вечером, должны приехать мама с Полиной впервые в гости. Они будут наблюдать, так сказать, вообще за тем, что происходит с собачкой. Погостят, может быть, что-нибудь скушают. Моя задача сейчас, во-первых, проверить, помещается ли вот этот ящик огромный, который я купила для собаки, который больше похож на стилку, в этот ящик висячий. И, соответственно, я делаю вывод, куда ящик помещается. Поэтому можно выкинуть нахер эту крышку, она не нужна. Сложить вот сюда все, что не относится к питанию, всякие вот эти вот штучки. И у нас все идеально помещается. Это то, что пока, что я использовать не буду, но оно будет лежать до поры до времени в ящичке. Поэтому можно сложить вниз. А сверху будет лежать все то, что как раз таки нужно. Кстати говоря, сейчас я буду готовить еду. Вам нравятся мои влоги, вам нравится, когда я показываю вам что-то о своей жизни. Такой вот огромный мусорный пакет, который Русу нужно было вынести, когда он уезжал. Итак, сейчас мы с вами займемся готовкой. Потому что Рус приедет через час. Должно быть какое-то питание. Для того, чтобы приготовить вкусный обед, я обычно покупаю, чтобы не заморачиваться, либо индейку, либо грудку. В этом случае я заказала индейку. Хотя написано, что это стейк грудки. А, ну грудки индейки. Вот я дура. Короче, открываем. Таким вот образом. Я приготовлю сразу все. Потому что тут всего три вот этих вот штучки. Убираю несъедобные. Раскладываю. Я до этого пыталась приготовить стейки, которые были до этого почти что приготовлены. У меня получилась какая-то, я извиняюсь, залупа. Собственно, я вам покажу. Мне не тяжело залезть в мусорку как бы. И показать вам мой неудачный опыт в приготовлении стейка. Какая-то пережаренная херня. Ну и ничего. Я учусь готовить. Поэтому беру нож для хлеба и режу им индейку. Мы нарезаем, короче, кусочками небольшими. И эти кусочки потом еще, возможно, на две части расфигачу. Я купила помидорки черри и огурчики. Обычно индейку вкус любит кушать с хлебушком. А из-за того, что я сейчас нахожусь не то чтобы на диете. Слово диета вызывает у меня какую-то панику. Я нахожусь на таком более-менее правильном питании. То есть ограничила себя толком от всяких вредностей. Например, чипсов, сладостей. Кушаю поменьше. Уже сбросила 2 килограмма. К тому же я полностью убираю из своей жизни алкогольные напитки. В моей жизни теперь их не будет. Я полностью запрещаю себе потребление алкоголя. Потому что, во-первых, из-за этого я очень сильно поправлялась. Во-вторых, рус против этого. В-третьих, я сама не за вот эти вот тусовки алкогольные. И не вижу сейчас в этом никакого смысла. Раньше я этим жила. И не понимала, как можно жить без тусовок. Без всяких вот этих вот вкусных коктейльчиков. Из-за чего у меня было в жизни достаточно много проблем. Как бы, как вы поняли, этот влог не только о собаке, да, но еще и о моей жизни. Вы многое узнаете. Вот, я нарезаю маленькими кусочками. Собственно, когда я пыталась приготовить вот эти вот стейки, которые я вам только что показала, что получилось очень неудачно. Я поняла, что я добавила слишком много масла. Сковородку не убирала. Поэтому я думаю, что можно в эту же сковородку закинуть. Кстати, вот небольшой лайфхак для девчонок, которые только начинают готовить. Если у вас нету каких-то приправ под рукой, да, но есть какие-то обычные ингредиенты, которые вы используете на постоянной основе. Как это молочка, типа сметаны, молоко, йогурты. Все это можно добавлять в индейку или в грудку. Я обычно добавляю сметану, когда уже заканчиваю готовку. И сметана придает, короче, такой офигительный вкус курице или индейке. И она становится вообще просто офигенной. Мне лично для обеда полностью хватит прям по горло скушать немного индейки, помидорки черри и огурчики. Вот, так что я вам покажу, что у меня получилось, когда приготовлю. А, Моника спит. Вот и все. Вот так вот берем и закидываем. Ну и постепенно помешивая готовим нашу вкуснятину. Мы решили добавить приправу терияки в курицу. Пахнет, ребят, как будто кто-то натрестал сковородку. Это не я. Ребят, реально понюхайте. Понюхайте. Так-с, ребятки, ну в сумочку собачка залезать не захотела. Вот она, мордочка прекрасная. Нам ехать до ветеринарной клиники где-то... Да мы все, мы уже приехали, я так понимаю. Короче, очень рядом находится. Вот, я не стала ее класть в сумочку. Взяла просто на ручках, потому что тут ей спокойнее. И сейчас все спросим и узнаем у ветеринара и будем ставить прививку. Карин, что делаешь? Заполняю анкету. Ну тогда вам придется повышение. Парти, вы ко мне хотите? Да. А, туда подождите, ладно. А вот так себе малышка чувствует после ветеринара. Оп. Не зря я купила этот лазер, конечно. Сейчас придет мама с Полиной. Эй. Оп. Вот такая вот у нас обстановочка. Приходила мама. Полиночка у меня сегодня остается. Рисует елочку. Такая вот красотка. Еще у них некрасивая какая-то доска. Нужно Новый год, у них даже елки дома нет. Короче, Моника нассала вон на тот зеленый ковер. Еще его обосрала, но какашки я убрала. В Корее. Вот, поэтому лежит, отдыхает. Как начнет беситься, я вам ее покажу. Пока мы с Полькой отдыхаем, Арус уехал по делам. Приехал Рустам. Вот он. Приехал, я спал в ванной. Ну, как бы да. Арус, короче, пришел домой два часа назад, уснул в ванной. Я не могла вам его показать. И вот вышел сейчас сонный. Моня, вот только вам Моню показала, она опять в домик. Ребят, вы что это за фигня? Короче, у Мони какая-то сегодня фигня весь день. Вчера вечером она взбодрилась, ходила по всей квартире, чувствовала себя прекрасно. Всю ночь спокойно спала в специальной такой вот лежаночке. Покажи, дай. Короче, я ее стырила с дачи. Это была Милкина лежанка. Я ее положила в комнату. Вот, вчера Моника спала хорошо. И сейчас она выходит из домика на секунду туда-обратно и опять заходит. Чудесно. Вот она вышла, взяла свинку и подтащила ее в домик. Все, прикрылась. Наступает вечер. Моника взбодрилась. Да ептать. Смотри, я не могу камеру включить, она опять в дом. Рус, пару слов о собаке. Я тоже не взбодрился. О собаке. Он заснул в ванной, ребят. Пару слов о собаке. Пару слов о собаке. Поля нарисовала календарик. Моника вышла. Наконец-то я запечатлила ее подальше от домика. Моника. Внимание, реакция Мони на автопоилку. Сейчас пойдет оттуда вода. Че, Монь, как тебе автопоилка? Всем привет еще раз, ребята. Как бы прошло уже около двух недель и я решила дополнить этот влог, полностью показав вам, какая раскрепощенная у меня сейчас собачка. Моня, это что за красавица? Которая бегает по домику вечно, любопытствуется. А? Монька-шмонька. Моничка-шмонька. Она уже ничего не боится. Она уже у меня добренькая. Подставляет пузико, чтобы я и чесала его. Да? Монька. Короче, вот такая вот у меня красоточка теперь есть. Мы приехали к моей подружке Саше. Снимаем контент. Моня тут бегает, прыгает. Да? Аааа, Моня! Аааа, аааа, аааа. Сейчас будет небольшая нарезка, ребят. Так, я вам покажу, как в этой квартирке будет Монька беситься, когда она немножечко отойдет. Сейчас мы им пузико. Дай красоточку. Ну и на этом прекрасном моменте я хочу сказать вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Я очень рада, что теперь у меня вот такое вот пополнение в семье. Появилось вот это вот маленькое чудо, с которым я буду теперь на протяжении очень долгого количества времени. Мы уже поставили прививочки. Нужно будет уже буквально через недельку идти делать еще одну прививку. И дальше я уже буду снимать для вас следующий влог, где я впервые выгуливаю Моньку. Нужно будет ее уже скоро искупать, пока не разрешают ветеринары. Ну и, соответственно, я суперсчастлива, потому что я чувствую себя более открытой, такой счастливой, что ли. Когда появляется собачка, как говорится, собака это друг человека. Для меня это что-то невероятное, потому что она мне, безусловно, поднимает настроение на протяжении целых дней, которые она уже проводит вместе со мной. Короче, вот такая вот у меня теперь малышка. Если же вы за меня рады или если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеры. Кстати, мне Саша вчера сделала вот такие вот кудряшки. Я теперь кудрявенькая. Да, Маню? Такая малышечка маленькая. Приятно смотреть на счастливую Карину. Собаки топ. Of the top. Всем пока, ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!